Всем привет, с вами Томпсон и это обзор на ММО игру Dark Age, то бишь Forsaken World, сделанная нашими китайскими друзьями. И в сегодняшнем выпуске я расскажу, с чего вообще состоит игра, чем она отличается от других ММО игр и стоит ли нам вообще тратить на неё своё время. Поэтому приступим. Во-первых, в игре есть целых 6 рас. Да, ребята, разрабы наконец-то напрыгли свои серые вещества под названием мозги и родили что-то новое. Итак, первая раса виспериане. По сути, тёмные эльфы. Классы, убийца, маг и... расовый класс, вампир. И этот хренов гибрид хила с магом. В общем, смесь довольно гремучая, скажу я вам. Вторая раса для тех, кто тащится от оборотней. В игре они называются ликаны. Мужики только убийцы, а женщины только жрецы. Нищая раса на тему классов. Ну а третья, конечно же, мы, люди. 4 основных класса, если бы не хочешь заморачиваться с выбором, то тебе сюда. Да, эльфы чистая же копия людей, но всего 3 класса. Воин, Хью и... расовый бард, который ебашь что уничтожает своих врагов мощными битами. Прям как диджей в клубе. Ну а гномы маленькие тролли, бегающие с большой фалосообразной валыны, обстреливающих всех своих врагов. В общем, доступен класс только с трюки. И последняя раса фраганы. Каменные великаны с большим-большим молотом, которые делают бобо. И этой расе доступен только мужской пол. И я не представляю, как бы выглядел женский. Хотя я мужской-то с трудом представляю, но... Ладно, не важно. В общем, только камень, только мужик, только защитник. Ну а после выбора класса появляется игровой редактор. И здесь он весьма скудный по сравнению с Айоном и Айпи-Би. Также дают выбрать дату своего рождения. И по сути это ни на что не влияет. Только на благословение и маленькие игровые плюшки. Ну а после обучалки мы попадаем в город, где начинаем проходить сюжетные квесты, получая пэта, которых в игре огромное количество и три основных профессии. Травник, повар, алхимик. И основную прокачку в игре составляют сюжетные квесты. Это сливать мобов, сливать мобов, сливать мобов. И побочные. Такие как найди место, которое нарисовано на картинке. Или сбегай на лови рыбу, а то мне падлу. Ну когда уже надоедает пидорить основной сюжет, то всегда можно сгонять на распиздастые данжи, где нужно дрочить, сливать мобов и давать лопатой по голове большим-большим боссам. Также игра дает возможность поработать головой, а не мышкой. Проходя такие подземелья, как ярмарка, где нужно перейти через комнату, наполненную газом, бегать за летящей по ней ауре лечения. Или уравновешивание весов с гоблинами с помощью персонажей. В общем, думать надо. Также в игре есть расписание посещения. То бишь, пришел домой, включил игру, захотел пройти свой любимый данж. А хрен тебе, расписание. Но зато, когда попадаешь вовремя, то очень быстро находится пати. Но если ты постоянно получаешь такие сообщения в личке, как «Да б***ь, служи пятый раз, ливанул, сука!» То тебе прямая дорога на пвп-арену, где выигрывая ты будешь повышать уровень почета, зарабатывая очки арены, на которые можно купить невъебенный шмот, чтобы стать еще сильнее и нагибать больше и больше. Также в игре есть пвп между гильдиями и захват территорий, для которых тебе опять же нужно вступить в гильдию, чтобы принять в ней участие. А теперь немного о скиллах, которые просто не могут не радовать глаза своей красотой. И у каждого класса есть по три ветки. Пвп, Пве и гибридная. И ты можешь качать либо все, на свой страх и риск, или выбрать какую-то одну. А если хочешь посчитать, куда лучше вкачаться, то на сайте игры есть специальный конкулятор таланта, с помощью которого можно посмотреть все скиллы, которые находятся в игре. Ну а когда ты уже расставил все плюсики куда надо, тогда идешь к своему сенсею и покупаешь у него уже готовые скиллы. Также в игре есть биржа, в которой можно обменять монеты на донат, не вкладывая реальных денег в игру. И поэтому дон могут иметь даже школьники, чтобы затариться веселым шмотом и игрушками, чтобы надрать всем остальным задницу. А теперь немного о няшных плюсах игры. Каждые 10 уровней игра будет давать тебе всякие плюшки и нумии. Они же игровые деньги, которые пойдут на заточку шмота. И найти их можно, нажав вот на этот подарок. Также в игре можно летать без обременного пространства и ограничения, что не может не радовать, потому что даже в Айоне есть определенные зоны для полета. И это пиздец, как отстойно. И в игре встроена система автобега. И выполняя квесты, не обязательно искать все самому. Во всяком случае, для меня это точно плюс. Итак, подведем итоги. Многообразие раз с оригинальными классами. Большое-большое количество интересных квестов, которые никогда не дадут заскучать. Захватывающие подземелья с оригинальными боссами. Также возможность летать где угодно. И борьба за территорию между гизиями. Если бы говорить о минусах игры, то корявая графика с плохой прорисовкой. Подвисание игры с большим количеством игроков, особенно это происходит в городе. Сильно яркие бафы, которые мешают в ПВП. И жесткое расписание испытаний, которые не всегда состыкуются с нашим временем. Ну и в заключении я могу сказать только одно. Я назвал положительную и отрицательную сторону игры. А решать уж тебе, хочешь ли ты уделить внимание данному проекту или нет. Если спрашивать мое мнение, то я считаю, что это вполне простая российская MMORPG, в которой можно провести свое свободное время. Итак, с тобой был Иван Томпсон. До свидания. Продолжение следует...